Вознесение на сороковой день, а еще через десять, пятидесятница, троица. Буду знать. Ну вот никак по-другому. Мы показываем, что главная книга мира дает эти знания, потому что говорит и свидетельствует о Христе. Если у вас есть желание побеседовать, и вопросы есть, можете задать. Да. Как зародился человек? Как вроде бы все понятно, да? Ну да. Когда вопросов нет, говорят две причины. Все знает или ничего не знает. Он не знает, о чем вопрос задать. А сегодня вопросов много ставит в жизни. Почему именно так, а не это? Даже простой вопрос. Кто вот эту рулетку изобрел? Для чего? Ну, чтобы люди общались. Как говорите? Общались, чтобы люди. Общались. А еще до этого нельзя было общаться, и телефон есть, и YouTube, и Skype. А почему именно так? Напрямую сразу Меллидьмир сговоришь. Сразу уже. Штаны сняты, а там юбка поднята. Чтоб сходу заскакивал. Больше ничего тут нету. Разврат. Самый... А кто изобрел-то, знаете? Какой человек? Да человек. Еще он не стал человеком-то. Мальчишка. С 17 лет. Они... А Андрей Терновский. И говорят, у меня, говорит, одни двойки. Сдавать экзамены я не сдам. Я, говорит, достал, думаю, что вы придумаете. И вот это вот придумал историю. Что пришел, ни к чему не обязывает. Какая встреча. Ну, как в одном купе, когда едут мужчины, она думает, какой скромный. А он думает, если бы она была посмелее. А потом рассказывает. И здесь больше ничего нет. 50% примерно мужиков голые валяются. Ни копейки за них нету. И процентов 80, и всеобщее число. Мусульмане. Самые блудливые люди на земле. И сидят, с анонизмом занимаются, совокупляются общения. Какое? С кем? Здесь уровень ниже пояса у всех. Ну, здесь некоторые попадаются люди. Ну, ладно, редко. Редко, редко, редко. Я вот нахожусь здесь, сейчас даже могу и ошибиться уже, наверное. Где-то 3 месяца с лишним. Наш брат болел один. И он парализованный лежал. Сергей Козлов из Воронежа. Молодой был. 17 лет пролежал. И тут умер. А перед этим 2 ролика выставил. В чат рулетку зашел. В этом слове чат-то. Что означает чат? А, Т. Андрей Терновский. Две буквы-то. А впереди, значит, само понятно, чат настал для него. Я посмотрел, что там. Там ужасы. Ну, и когда умер он, а мы христиане православные. Я думаю, надо зайти мне в чат рулетку-то, посмотреть, что такое. Взошел в Содом. Содом и Гоморра. Готовая к огню сожжения, как Библия говорит. Ну, я помолился тогда. Господи, дай мне этот талант Сергея Козлова. А он мне духовный брат. И вот мы зашли здесь. Да, встречались. Встречались люди. Беседовали. И даже некоторые только захожу. Они, ой, Игнатий Тихонович, а мы на ваших ресурсах были. У меня очень большой видеоканал. Во свете Библии. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. У нас 15 тысяч 200 роликов наших только. 15 тысяч. В интернете даже близко никого нет. Это рекорд из рекордов. А почему? У нас очень интересные дела. По благословению Божьему. Мы строим с нуля православную деревню. Одну из 21 тысячи погибших. Еще 10 тысяч, как говорят, на ладан дышат. А один-два человека остались. Интересно? Да. С Богом. С Богом. Тем более у нас... Вот мне Господь позволил издать. У меня 38 томов книг вышло. Это занятия в пяти университетах. Я много лет вел. Третья же радиопрограмма. И решил, помолился, подарить книги библиотекам. Бедные бедные библиотеки. Вообще. Дай. Им нету. Ну, видят, что... И вот мы купили грузопассажирскую газель Нижнего Новгорода. Составили команду. Вначале больше было. Потом определились. Два миссионера и шофер. И собака. Тут все интересно так. Мы в Барнауле живем. А мы прошли до Владивостока. Порта Находка. Потом нас вернулись. И когда? Каждый день делали одна тысяча и тридцать километров. Каждый день у нас задача была. Не меньше двадцати встреч, чтобы было. Многовато. Да. И мы дальше забросили границы туда, Ростовская область. А второй раз туда. И груз по пять тонн книг кидали туда. А потом дальше уже паспорта оформили. Шенгенскую зону зашли. И дошли до Риссабона, Португалия. Собака искупалась в Тихом Атлантическом океанах. И потом прошли Скандинавию, Прибалтику и Север. Шестьсот пятьдесят городов посетили. Шестьсот пятьдесят подарков сделали. Один подарок. Тридцать восемь книг. Семьсот пятьдесят евро. На наши деньги на сегодняшний. На тридцать пять миллионов подарок сделали. Ну, естественно, тут ответы. И как мы встречались. Мы все снимали. Все. И ничего не умеем. Мы как есть, так взяли и поставили. Никаких там купюр или чего-то. И поэтому здесь уже было легче работать. Сейчас рулетки. И, во-первых, опыт. А опыт это много значит. Вот мы когда собирались за границу, я решил по интернету пройти. Посмотрел. Это я не знал. В Англии никак нельзя голубей кормить. Вот это да, штрафуют. Так, теперь, если в Данию поедете, собаку не провести вам. Там надо прививки делать. Ждать сорок дней. Какой результат? Какой сорок дней-то? Мы сорок секунд не ждем. Мы на ходу в машину садились все время. Когда заправка где-то есть, мы уже трогаемся. Поехали в Польшу. Там вообще. Я целый. А я переплетчик, реставратором был. Около трех тысяч томов переплел только вручную. И вот теперь поехали, когда тетрадь переплел, ну, чтобы все знать. А когда поехали-то, все наоборот получилось. Почему? Мы верующие. За нас все молились. В Чечню не ездите. Вам все равно. Вы хотите мучеником быть. А этих-то зачем берете? Молодых с собой-то. Ну, не молодые там. Все уже не молодые. Ну, не со мной. Мне-то 80 лет. Тогда было чуть поменьше. В Чечне приняли как родных братьев. Шесть мусульманских республик. Турцию с того Черного моря прошли. Мусульмане с нами так встречались. Это какие они люди хорошие. Даже узнают, что им нуждаются. Они прямо к себе тащат. Все дают. Вот не получилось. Польша это такая. Мы легче всего с него прошли. Она даже не вышла оттуда. Ничего не смотрели, что у нас с собой. Ни собаку. Все. Да, берут денег. Но не строят дороги. Дороги хорошие. Но пройдешь километра 80. Шлагбаум. Плати. Плати. А мы поехали, защипировали собаку. Все прививки привели. Документы исправили. Ветеринарно. Все. В Дании ничего не будет. А в Дании вообще никак. Даже не посмотрели ни на собаку. Я прогуливаюсь, схожу. Копенгаген. Мы все снимаем. Никаких. Удивились, сколько велосипедистов. Там как будто бы машин нет. И получилось, что знания, конечно, Они не лишние. Но ничего. Нигде не сошлось, что было. Вот не сошлось. Где-то, может, мы тоже нарушили. Раза два. Нас полиция захватывала. Интересно. И полиция эта тоже не такая, как говорили. Там немцы. Брат сел за руль, а в очках. И там столько стемняло. А си он маленько не видел. Мы чуть не опрокинулись. Там глубокий. Так, отаров. Чик. Полиция. Документы. Давай просвещивать. Вытащили на свой пункт, где стекло выходит. Там выдвигается. Туда к фонарикам смотрят. Мы дали телефон. Говорим. Вот куда едем-то. Зоны Берг. Нас там ждут. Позвонили. А мы потеряли их. Нигде нет. Они нам сопроводительную машину вывели. Какие люди прям вообще. Они такие. Фотографируются. У нас попробуют. Нельзя. Нельзя. Стали. Вытянут. Здоровые немцы. Войну-то вы же такие же были. Еще же получилось между нами-то. А девчонка одна в полицейской форме стояла и ухмелялась. Смешное было. А когда приехали, я тут фотографии сделал. Узнал, какой пункт. И начальству послали благодарственные. Какие у вас люди хорошие. Ну, все не так было. Но мы, конечно, где ночевать, не знали. В Австрии, где в кабине нельзя ночевать. Заранее гостиницу надо. А у нас собака. Не просто собака. Скажешь, опять скажут, хвалитесь. Хвалюсь. Так богом хвалюсь. Мы сели там. Где-то площадь, где отдыхать, не отдыхать. Ну, заезжают там это. Как не ресторан, а столовая или что-то. И везде зайцы бегают. А большой вал. А ты на него залезешь. А там машины, трассы идут. А мы вышли, собаку привязали. Привязали там. Полиция подъезжает сходу. А собака как гавкнула. А они даже не остановились. Разбернулись. Зачем им с нами? Утром мы уйдем. Наши бы привязались. Пристрелю, убери собаку. Нет. А мы. И все это фиксировали. Все заснимали. Вот что интересно. Были моменты, когда говорили, здесь стрелять нельзя снимать там. А почему нельзя? Мы из России. Из России. Вот фотографируете. Особенно интересно. Перед нашей газелью на колени остановились. Фотографировали. Россия, Путин, газель. Россия, Путин и газель. Нам говорили, это наша машина не пойдет. И у них газу много штрафуют в Германии. Никто не подошел ни разу даже. И которые говорили, говорили правильно. С ними так было. А почему? Нетрезвые были там. Что-то материли. А мы молились везде. Вот даже здесь, в этом маленьком... Не маленькое дело. Хоть говорим маленькое. Проехать. 120 тысяч километров проехали. Это по экватору три раза. И как готовить дорогу. И что мы заготовили. Какая печь. Какая решетка. Сразу выкапываем где. Вот такая вот длины там, чтобы дрова подложить. И она все внутри. Жар-то никуда не идет. Она как атомная печь у нас работала. Что взять? Сколько картошки, морковки, соли. Все высчитали. Надо ставка, чтобы было. Каждую неделю возвращать и грузиться. 650 городов и районных центров. И главное, вернулись живые. Везде пили сырую воду. И никто не заболел. Почему? Святая вода. Мы все время разбавляли. А собака после первого путешествия вернулись. Хозяин ее кинолог. Профессиональный. Дрессировщик. Она заняла первое место, стала чемпионом Сибири. А ей в второй поездке вернула, стала чемпионом России. А я дорогой занимался. Я раньше занимался в уголовном розыске. Но до того интересно. И главное, все правы были, а с нами не так. Шесть мусульманских республик. Турция. Это не просто так. И как они к нам относились. В доме мулы ночевали. Мулы – это как священник у мусульман. Ходили в мечеть молиться. По-своему молились. И как они к нам относились. Это… Ну, там не сняли внутри мы. Там нельзя. А в одном месте было так. Стрелка идет на второй этаж. Библиотекарю. Мужчина. Мы говорим, написано, комната для намаза. Для молитвы. А нельзя там… Трубку снял. Там готовое дело. Открыли. Мы разулись, все зашли, молились. Один снимал. И все это высадили. Понимаете, вот ничего нельзя заранее сказать. Вот какие люди нас… Свои русские… Вы не ваххабиты, нас отарисовать. Мы верующие. Милиция на нас. И везде как-то ущемляли. А там не так. Нигде нету никого. Только чуть-чуть маленько повернули и так. Полиция как из-под земли вылезет. Почему вы так нарушили? Виноваты. Начинают нам помогать. Вот вообще. Вот даже никак-никак нельзя придумать. В Лиссабон, столице Португалии, а дальше океан уже плещется. Не знаем, где, куда. Ни адресов, ничего нет. Нам библиотеки нужны. Шофер сидит, дальнобойщик, за рулем. Трасса. И вдруг он поворачивает вправо. Какой-то как переулок. Я говорю, Николай, зачем сюда заехал? Не знаю. Да куда мы теперь выйдем-то? Понятия не имею. Ну ты же дернул машину и с трассы сошел. Не знаю. Странно. Я уж привык к этому. Сидят три пожилых. Оказались пенсионеры. Заговорили. А у нас по 500 были. 500 евро. Их нигде не берут деньги эти. Ну боятся обмана. И тот пенсионер, он разменял нам. А другой, я говорю, я знаю, где русский храм. Ну надо, говорит, 20 или что ли евро или 10 там ехать туда. И уже поехал. Довез. А то у них престольный праздник. Вот Бог устроил как. А у меня в доме обратился один минонит, немец. Бывший претопователь Томского университета. Геннадий Фаст. Генрих он был. А теперь крещение принял. Православный батюшка. В Абакане служит Хакасия. И он тут был за год или за два. Сейчас не знаю. Раза. И он рассказывал, что в Барнауле у Игнатия Лапкина я вот обратился, принял православие. Ну немец. Менонит. И вдруг православный батюшка. Ясное дело, что перемена. А они это все зафиксировали. И когда я скажу, а вы кто? Я такой-то. Так они там давай вперед. Подходить ко кресту. Они тарелку вышли. Я не знаю кто-то. Не идеяком только был. Кладите сюда путешественникам. Евро. Ну до того все интересно. Тот должен был проехать год за два. Рассказать обо мне. А то встречи люди помнят. Это вообще. Вот ну никогда не обдумаешь, как тебе жить. Мы молились, больше ничего не делали. Это опыт. Вот я вам рассказываю, а вы поди не верите, да? Верю. Так у нас заснято все. Как мы стоим в храме в Лиссабоне. И как я говорю слово. И как они кладут там эти свои евро. Ну не то что много. Но мы потратили только на одно путешествие. На горющее ушло 440 тысяч. Это Агазель. Она как танк. Две ведущие. Ну и жрет она, будь здоров. Вот. Это все на нашем Ютубе. Вот если интересно вам, зайдите. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Хорошо. Так, а если вас заинтересует беседа когда-нибудь в скайпе. Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией. И найдете. У нас большой сайт. Это Ютуб я рассказывал, а это сайт. Если зарядить во свете Библии Игнатий Лапкин сайт через гугл. Зайдете на сайт, там все книги мои, кроме 38, еще 7 в интернетной версии. Это не брошюры. Четыре тома по 800 страниц только стихов. И все это как Бог с неба опустил. Вот. Проехали. Вот. И такая же во свете Библии. Игнатий Лапкин. Форум огромный. И мой мир. Мейл.ру. Материалы просто огромные, огромные. Там все, все абсолютно. В книге. Вот как меня арестовали, когда я уверовал. Как в тюрьмах отбывал. Как реабилитирован был. И все документировано, показано. А сегодня ГУЛАГ. Я насчитал когда-то ГУЛАГ еще. Кроме религиозных книг. Архипелла ГУЛАГ. И брал интервью репрессионных. И меня. Посадили. Я знал несколько языков. В армию изучал самостоятельно. У меня интересная биография. Ну и. Пришлось где быть. Так послали там, где. Чтобы я языка не знал даже их. Чтобы никому не распространял религиозную заразу. Как понимали. А потом все. И начальство. И Господь сделал. Следователь обратился. Покаялся. Следователь принял крещение. А начальник тюрьмы умер по-христиански. Преступников сколько. Как говорят тысячи людей. Ну тысячи я не считал. Сами становились. Молились. Это Бог дал власть такую. Это Господь сделал. И все так. Если нормальный мужик. Как вот нормальный дедушка. Да.